Шалом, дорогие друзья! Итак, сегодня о очень главном деле. Знаете, какое? Пока нас никто не слышит. Как выиграть суд в Рошошона? Это ведь для нас важно, получить в Рошошона хороший приговор неба на следующий год, здоровье, удачу, деньги и все остальное. Да и саму жизнь, потому что это тоже решается. Сейчас расскажу одну историю. Знаете, в одной Иерусалимской Ишиве Раф Шмулевич сказал, знаете, что я больше всего не терплю. То есть люди начали спорить, что самое лучшее и самое плохое в людях. И насчет добродетели особо споров не было. Все соглашались, что главным является милосердие, благородство, выражающееся в добрых поступках. И вот Раф Салантер любил повторять, что кроме 613 заповедей Турис, еще одна не быть глупцом. Понятно, что недалекий человек без такта, знаете, хочет, навредит точно, как слон по судной лавке. И не случайно говорят, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями. И так спору нет, да? Надо искать доброго, например, если ты хочешь найти такого умного человека, то же самое в семейной жизни, все хотят настоящего друга на долгие годы. А какую черту самая неудобоваримая в человеке? И вот, мудрецы разбираясь, сказали, есть много всяких вспыльчивости, сакамерия, гордыня, жадность, зависть, мало ли что бывает. Очень много отрицательных черт. И вот когда начали разбираться, и если быть честными до конца, то в каждом человеке хоть как-то немножко, каждая из этих качеств присутствует. А в тем нет, в самодовольных людях, которые ни в чем никогда не виноваты, у них всегда виноваты окружающие. Такой человек не видит никакой нужды исправлять свой характер, работать над собой. Зачем? Он и так самый идеальный. И вот отсутствие перспективы исправления самодовольного человека превращает любую конфликтную ситуацию, с ним в тупиковую, и вот это страшное качество. И Раби Нахман из Браслова утверждал, что наиболее совершенным человеком является кто? Тот, кто ощущает свое несовершенство. Верное и обратное, да? Как обратное звучит? Чем больше человек доволен собой, тем дальше он от этого совершенствует. А как самодовольный человек относится к другим? Ну вот и начинается. Без всякого снисхождения, осуждая их за малейшее или даже воображаемые поступки. И вот тут, особенно в семейной жизни, это вообще очень сложно. Но это с друзьями такими сложно. И для того, чтобы нам идти к Шашананам, нам надо немножечко еще углубиться. Здесь какой вопрос? В Торе сказано, что Всевышний избрал Авраама, потому что он направил в своих потомках дорогой чего? Справедливости и милосердия. На первый взгляд, это не одна дорога, это разные. Один путь справедливости и совсем другой путь милосердия. А Хафицкайм говорит, нет, это один путь. Справедливо и требовательно нужно относиться прежде всего к себе, а милосердность не сходительно к остальным. Почему у человека два глаза? Спрашивал Альтер Эбе. Для того, чтобы одним глазом видеть достоинства других людей, а вторым свои собственные недостатки. Поэтому тут очень важно для человека знать свои сильные стороны. Это тоже важнейшая вещь. Но любовь человека к самому себе ослепляет. В Талмуде сказано, как человек не видит собственных недостатков. В чужом все понятно. Так что, как вот дальше нам быть? Как удостоится в судный день у Рошашана быть записанным в книгу жизни? Спрашивают мудрецы. И отвечают, кто устоит на суде? Макзор, когда мы читаем Рошашана, там так написано, сказал царь Соломон в своей книге «Экклезиаст» «Нет праведника даже, который не совершил бы греха». И вот единственный способ, отмечают мудрецы, это чтобы удостоиться снисходительного отношения на небесном суде. Это что? Снисходительно относиться к остальным окружающим. Это Талмуд сказал, надо взять с сегодняшнего дня, это такой огромный секрет, и поставить себе цель. Доро Шашана, веселый, потом еще дни Доро Шашана. Вообще ни о ком, даже если этот, всегда оправдывать, всегда любой образ оправдывать. Ничего, хорошо. И вот попробовать, это потрясающе, это мудрецы написали, которые совсем все понимали в этом мире. Не зря вот говорится в молитве «Шма израиль», говорится, человек должен положить эти слова любви там на свое сердце. Почему? На сердце, а не в сердце. И вот Реба Изруб такой был в своей книге «Хиду Шейханим», он сказал, сделать так, чтобы любовь к людям вообще проникла в сердце, и чтобы ты к ним относился так же, как к себе, или там хотя бы понимал, очень непросто. Нужно стараться, стремиться, накладывая на сердце каждый день какое-то хорошее, любовь, что-то хорошее, и тогда в сердце начнет любовь вообще просачиваться, проникать. И вообще надо запомнить самое главное. Кита Цеглова, который мы читаем, если ты вышел на войну, чтобы стать лучше, шаг за шагом, приближаясь к Творцу, не стоит жалеть усилий. И тогда внутренний враг по-любому будет побежден. Брахава и отслаха. Субтитры создавал DimaTorzok